ребята всем привет как вы видите поставил все-таки direct x11 чтобы графика была получше но если вам конечно не зайдет то я ее уберу давайте посмотрим как это выглядит не вроде симпатичненько да давайте обследуем портовый квартал посмотрим сходим на водичку и совсем забыл про этого гопника но мы подкачали владение одноручным оружием надеюсь все будет попроще им выпуске под названием потная катка потому что так я драться снова не хочу так это портовый трактир а я-то принял его за дворец губернатора держи свои шуточки при себе кредит или заставлю тебя грызть булыжники из мостовой ну давай сейчас помахаемся гопота ты пытаешься создать не проблемы конечно я мастер создавать проблемы так что защищайся кредит а вот они вывозят программу на все но нету тебе больше яблочек давай пока давайте посмотрим на водичку как настоящая аж хочется поплавать ну-ка красота видимость прекрасная оба рыбьёха к пиву смотрите уплывает от меня а а вон еще какая-то рыбьёха о это скат ничего себе я даже не знал что тут скат есть ребята вы в курсе были про ската ладно час утонем мне нравится то скажете оставлять нет сейчас буду на солнце в кожаных доспехах мокрых бегать а не завидую ему и поднялся гопота что скажешь хорошо хорошо ты победил чего ты хочешь ты знаешь о порте почти все да конечно а что какие слухи бродят последнее время мы здесь не любим людей которые задают слишком много вопросов особенно если они чужаки почему я не вижу здесь никого из ополчения они не осмеливаются соваться сюда у нас есть свои порядки как тут с кораблями единственный корабль который пришел за последнее время это корабль паладинов он стоит вон там со скалами к юго-запад ну все ясно бесполезным у бесполезным о что ты делаешь здесь меня зовут и дороги я рисую карты и продаем их так как ты недавно здесь возможно тебе пригодится карта города это очень недорого и очень полезно пока ты здесь не освоишься ну торгуют от бога почти уговорил а правда что некоторые жители таинственным образом исчезли я слышал об этом но я не уверен что это правда оглядись вокруг неужели ты хочешь провести в этой дыре свои золотые годы не удивительно что люди уезжают отсюда покажи мне свои карты а я не помню вроде мы где-то бесплатно ее найдем а можем его просто отдубасить да ладно у нас денег как грязи купим не будем старичка обижать заходи попозже и я уверен что смогу приготовить что-нибудь интересное для тебя давайте насладимся картой вот он какой маленький городочек такого размера только портовый квартал должен быть ну имеем то что имеем и этому очень рады сколько ностальгии вызывает эта карта как вспомню когда пирас ее купил сколько всего бегать и следовать давайте пойдем дальше что ты делаешь здесь я стою корабль потому что я хочу убраться отсюда и чем быстрее тем лучше но судя по тому как идет работа этот корабль никогда не будет закончен почему ты так торопишься скоро придут орки и сожгут город дотла почему ты так думаешь ты видишь что паладины теперь повсюду почему как ты думаешь они здесь я скажу тебе они здесь потому что скоро на нас нападут орки а это не доставит нам радости могу я чем-нибудь помочь выясни что планируют паладины я хочу знать зачем они здесь я должен знать действительно ли орки собираются напасть на нас и как далеко от города они находятся одного из этих отродин видели совсем неподалеку от города просто сообщай мне всю информацию что раздобудешь я должен знать сколько у меня осталось времени на постройку судна что касается орка около города да он мертв хорошо если еще что-нибудь выяснишь да не знать да что происходит в горки дышит нам спину а ты спрашиваешь а гавани и я только хотел самая большая проблема в том что в гавани недостаточно кораблей чтобы вывести нас отсюда если честно здесь всего один корабль и он принадлежит паладинам а они уж точно не позволят нам воспользоваться им почему ты не можешь закончить корабль у нас тысячи проблем остов пока еще не очень стабилен и не хватает досок на обшивку у меня почти не осталось средств на покупку материалов а последняя партия вся была поедена жучком мои парни работают не очень эффективно один хочет построить быстрый корабль а другого волнует только резная фигура который будет установлена на носу судно как будто нам больше нечем заняться к тому же один из моих парней просто перестал приходить на работу я начинаю опасаться что это еще сильнее задержат постройку у тебя пропал рабочий да его звали монти он как будто растворился в воздухе эта ленивая свинья наверное прохлаждается сейчас на какой-нибудь ферме не надо было платить ему аванс когда в последний раз ты видел монти первый раз он не потрудился прийти на работу два дня назад я слышал что пропадали и другие люди о чем я и говорю плохие времена настали рыбак фарим рассказывал мне похожую историю пропал его приятель вильям я уверен что совсем этим стоят орки где мне найти этого фарима он рыбак думаю ты найдешь его рядом со складом запасов паладин но я не уверен он рыбак рыба да старина гарвилл у тебя беда этот гвоздь забить не может этот пилит на месте бревно неделями а у тебя в ангаре ничего нет почитать но это мы уже знаем есть чем поживиться похоже нет горькая правда твой корабль никогда не будет достроен о здесь бандос стоит охранник точнее он охраняет интересный тюк но что-то подсказывает мне что мы его сейчас не убьем а может быть и убьем давайте сохранимся переговорим с ним здорово тебе нечего здесь делать понятно кто ты такой это не твое дело здесь я главный понял главный на чем над этими сундуками этот склад находится в моем виде не понял так что проваливай или я раскрою твой череп ты ты такой и все еще здесь разве не сказал тебе чтобы ты проваливал ну держись сейчас я покажу тебе кто здесь главный ты такой пойдем выйдем и вышел вышел из пушки по нему что бабах какая прекрасная поляна для боя да я сзади а я храним серьезный дядя охранник ополченец просто стоял и смотрел даже не крикнул ничего дубль дуа дубль дуа дуганяют хулиганы да похоже моего навыка не хватает что там у нас есть по заклинаниям ничего а если так в режиме робин гуда а догоняет догоняй да беги пока может ах ты куда залез скотина ты ты такой ну кажись тебе хана если стрелы не кончится какой я хитрец то сейчас самый последний момент как сорвется не успел но очень хотел меня убить а яблочко ключик денежки да он блоки аж почернел давайте посмотрим что охранял дядечка охранник здесь насколько я помню нету ничего ну мало ли мало ли только ящиков могли бы чё нити положить хотя бы монеток рассыпать мелочи приятно это хорошо это нам надо а соседней комнате тюк тюк с травой тяжелый липкий тюк пахнущий болотной травой 200 монет между прочим стоит ладно давайте еще осмотримся новая графика вдвойне приятнее обследовать портовый квартал давайте подлечимся еще рудокопа подойдет охранимся а мы так с альрика мы не подрались у нас же его меч и время неподходящее было но есть вероятность что альрик сейчас надает мне тумаков как тут охранник на складе но это не точно ну ка ричок я хочу сразиться с тобой у тебя есть 50 золотых вот держи у нас новый боец ставки сделаны ты готов иди сюда иди сюда посмотрим на что ты способен и кончил его и кончил его и кончил вы покажи его как он ему дал ну мы справились и это думал сейчас у нас тоже развалит давай давай деньги обратно никто не говорит о том что происходит за складом ополчение готова за малейшее прегрешение засунуть тебя за решетку а эти парни не любят когда делаются ставки на бой буду ним как рыба он той огромная из водички давай еще раз я хочу сразиться с тобой нет нет прежде чем выйти против тебя еще раз мне нужно раздобыть оружие получше мне несколько дней назад пришлось продать свой мяч с ним я непобедим если ты вернешь его мне я готов опять сражаться с тобой ну я уже принес держи я принес твой меч им значительно удобнее сражаться чем полгой подлечим ся сохранимся и поднимем еще 50 золотых монет у нас новый боя ставки сделаны ты готов готов иди сюда посмотрим на что ты способен так мечик заберем давайте посмотрим на его реакцию если мы его воруем он нам скажет давай давай за складом за складом живет за складом не поспоришь сейчас так палку достал что я напрёкся вот твой меч и братан я принес твой меч отлично интересно осмелишься ли ты вызвать меня теперь я только что развалил ты можешь обучить меня я держу свое слово я научу тебя всему что я знаю если у тебя достаточно опыта ну давай научи меня обращаться с мечом нам нужно в одной единичке 1 2 3 4 и на пятак ага экономили за больше не новичок спасибо спасибо сенсей кстати дружище плат теперь пустой можешь там жить но мы пошли дальше что там еще у нас есть у нас есть капитан джек воробей где он вот он эй ничего свет сухопутная крыса похоже ты сейчас на мили у тебя жабры какие-то были не бери в голову парень все что тебе нужно это крепкий морской бриз не много же организмов что ты делаешь здесь когда я был еще юношей я отправился странствовать по морям и пережил много сильных штормов но много лет назад я сел здесь и с тех пор работал смотрителем маяка хоринис в этом нет ничего сложного совсем но этот старый маяк стал мне родным домом но я так давно уже не был в нем почему тех пор как эти поддонки захватили мой маяк я не осмеливаюсь подойти к нему ближе чем на 20 это очень плохие люди они преступники из долины рудников понимаешь на другую сторону гор раздался оглушительный взрыв а затем они налетели на эту землю как мухи на дерьмо теперь они скрываются здесь повсюду даже на моем маяке я думаю они поджидают корабль на котором могли бы уплыть пусть плывут куда хотят тогда по крайней мере они уберутся с моего маяка неплохо стелят красноречиво летелись как мухи на говно лучше и не сказать но мы тебе поможем о позже конечно потом эти бандиты как пулеметчики будут лупить из луков ты часто бываешь в городе я всегда говорил город настолько хорош насколько хорош его порт порт это ворота в мир здесь все встречаются и все начинается здесь а когда в порту царица пустения город неминуемо ждет даже участь да здесь порту пустовато один корабль да и по максимуму 34 бы влезла не густо расскажи мне об этом порте порт корень из а сейчас не тот чтобы раньше здесь никого не осталось кроме разно шатающегося сброда корабли сюда больше не заходят и торговля пришла в упадок этому порту похоже скоро придет конец так почему ты не уедешь отсюда сегодня никто не возьмет на корабль старого морского волка большинство полагает что старый джек ни на что не водят и что его старые кости разъедает по тату и они правы вздор как только я опять почувствую под своими ногами палубу я там фору любому из этих нахальных юнцов что ты имеешь ввиду под сбродом посмотри на них это же сборище лодыри большинство из них даже не знать что такое работа они только и делают что пьют все дни напролет и относят свои последние гроши в бардель говорю тебе держись от них подальше почему корабли больше не приходят сюда здесь говорят что когда война будет окончена все вернется на круги своя это все чушь собачья уверяю тебя настоящий матрос всегда первым понимает что город приходит в упадок матрос чувствует это своим нутро я говорю тебе забудь об этом порте его лучшие дни давно позади это грустно что поделать спасибо за информацию дед а мы идем дальше ну что скажете как вам тест на графике лучше хуже может что-то добавить убавить прибавить умножить приумножить можете наругаться в комментариях куда ты идешь неважно какие у тебя планы они могут подождать ты стоишь перед входом жемчужину калиниса красный фонарь это самый шикарный бордель бацей миртане будь я проклят моряки из самых дальних уголков света приплывают сюда чтобы провести несколько незабываемых ночей в красном фонаре а теперь у тебя появился такой шанс нет честь провести ночь надеть самым страстным цветком заходи же и ты познаешь наслаждение которым другие не могут даже и мечтать да я вижу там на заднем фоне тусич идет надя с кем-то тусит и побегала побегала но чертяка уговорил заходим стоня надя ничего себе я вижу тут от моряков конечно отбоя нет как и во всем порту ну на этой прекрасной ноте наверное сейчас и закончим этот выпуск она же безымянный герой уже многое повидал пока раз погиб сегодня от охранник наградим его за мучение ты хозяин этого заведения а если ты любишь моих девочек ты должен заплатить за это 50 золотых монет смотри только чтобы никаких проблем похоже ты своих девочек только и любишь а когда не любишь у них вон праздник дары из вращуга с твоими девочками все в порядке или ты думаешь что я хочу отправиться в тюрьму я не спрашиваю об их здоровье они все на месте или кого-то нет одна из моих девочек действительно пропала ее зовут люсия я даже обращался к людям из ополчения нашли никаких я следов как долго не было висеть несколько дней не знаю точно сколько полагаю она сбежала с одним из своих поклонников это сучка кое-что с собой прихватила мое драгоценное золотое блюдо если она попадет ко мне в руки но тебе-то какое до этого делать ты что хочешь надо мной посмеяться блюдо для семени ладно я хочу не смеяться я хочу развлекаться развлекаться я хочу развлечься отлично ты долго не забудешь следующее несколько часов твоей жизни иди наверх знать куда удачи удачи ну спасибо и так на улице пять пятьдесят а мы сейчас будем развлекаться ну как отжигает не ну тут надо пурднуть сначала вот этот тысяча надо было альрика привезти нормальный мужик а то тут развлечения простаивают а он грустит за складом удачи ладно пойдем надежда пошли наверх сегодня тебе выпал счастливый билет детка пойдем пойдем у меня кстати есть кожаный кошелек как контрактив можно использовать я быстрее прибегу мне еще переодеваться надо так лысый тут уры муры наводит а меня там портовом квартале хулиганы зрение решают эта комната надежда суда так сказать прямо белье останусь о не сюда ну ребят спасибо за просмотр а я к надежде тем пока о новый диалог нет всем пока следующая пара часов принадлежит только нам расслабься ложишься и получаю удовольствие это не секрет к ну vide services как вот г welcome к